Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы снова на посту с Вадимом Родионовым. И тема, о которой мы будем говорить, как всегда, родилась из моих воспоминаний из общения с самыми разными пациентами. Несколько, вроде бы, не очень связанных случаев. Один случай – женщина, довольно-таки обеспеченная, которая всегда собирала из гостиниц, где она останавливалась, шампуни, гели для душ, маленький флакон, зубы и пласты. Такая классическая история, кстати. Да, она всё это собирала. Собирала дома в большой такой коробке. И эта коробка была достаточно полной. И вот один прекрасный день они решили переезжать в другую квартиру. и тащить весь этот хлам было совершенно невозможно. И она понимала, что коробку-то забрать сегодня не получится. Нет ей места, некуда её класть. И она стояла и плакала от невозможности с этим всем расстаться. Она стояла и плакала, хотя, ещё раз, что-то умная женщина, вполне себе реализованная женщина. И тем не менее, перспектива утраты этих флакончиков с шампунем её просто расстроила до глубины души. Казалось бы, мелочь, но на самом деле для человека это была реальная драма, да? Да. Другой вариант – человек, который зарабатывает совсем неплохо, и при этом одевается он в какие-то обноски бесконечно. Он одевается во что-то очень плохое, какие-то старые вещи. Его, в общем-то, стыдят близкие и знакомые, говорят, ну как-то это уже за рамками приличий. Он, вроде, всё понимает, но дойти до магазина и купить какие-то вещи, он просто вот рука не поднимается. – Потому что жалко. – Жалко? Жалко. И причём он понимает, что это иррационально, но с дотием ничего не может. Ещё один случай, уже не из моей практики, когда-то в советские времена, был в Москве некий академик. Очень хорошо зарабатывающий, но вся его семья жила впроголодь, ходила одета непонятно во что и так далее. По одной простой причине академик был коллекционером. И коллекционировал он чучело крокодилов. Вся его квартира была завершена чучелами крокодилов, которые мы привозили отовсюду, но при этом заставить себя потратить какие-то деньги на свою семью он не мог ни на себя, ни на семью. – То есть он всё тратил на свою коллекцию? – Да. И вот о чём мы сегодня будем говорить? Жадность, алчность, скупость. Одно ли это и то же, или есть разница, откуда всё это в людях берётся, и что с этим делать и самому человеку, и тем, кто его окружает. Но ведь это не всегда что-то плохое, в том смысле, что человек, как мне кажется, иногда страдающий склонностью к накопительству, он просто боится с чем-то расстаться, боится расстаться с деньгами, например. Ему кажется, что он окажется уязвимым, беззащитным, если у него не будет какой-то определённой суммы на счету. И, соответственно, человек отказывает себе на протяжении всей своей жизни в каких-то маленьких радостях, живёт в спартанских условиях, но создаёт себе иллюзию вот этой защиты. Нет такого? Буквально вчера я прочёл статью в журнале Forbes о такой модной ныне тенденции. Люди, которые прилично зарабатывают, но их цель – накопить побольше денег и пораньше выйти на пенсию. Чтобы потом эти деньги не потратить? Вроде бы потратить. По крайней мере, планируют они жить с удовольствием. Что и как сложится, никто не знает. Но пока что это молодые люди с хорошими зарплатами, зарабатывающими приличные деньги. Процентов 70-75 они стараются откладывать, а питаются они всякой дрянью, носят они всякую дрянь, не позволяющие ни путешествия, ни каких-то покупок, которые способны порадовать. Вся их цель – накопить на то самое светлое будущее. Здесь ведь получается интересный такой философский аспект, как мне кажется, потому что человек закладывает в том числе и свою жизнь. И свою молодость. То есть он не живет, а существует в какой-то степени. Он не закладывает, он ее откладывает. Или откладывает. Он ее откладывает. Где-то там впереди начнется та самая радостная жизнь, на которую я накоплю денег. Мне почему-то приходит на голову, приходит на ум Остап Бендер, который, наконец, получил свой миллион, и пытаясь перебраться через румынскую границу, был избитый, ограблен румынскими пограничниками и оборванным и избитым отправлен обратно в Советский Союз. Предыдущая история, когда он пытался заработать на бриллиантах, запрятанных в стуле, кончится тем, чтобы просто перерезали горло. Ну, а еще был господин Корейко, кстати, который также страдал склонностью к накопительству, он прятал свой миллион, и, в общем, ничего не мог с ним сделать. Миллионов было много у него. Ну, достаточно. Я просто взял некую абстрактную единицу. И, тем не менее, вот это ведь тоже такой пример. Ты ничего с ним не можешь делать. Он, в общем, не дает тебе... Ну, понятно, что не в деньгах счастье. Кто-то говорит, что вы количество, но, тем не менее, он ничего не мог с ними делать. Его тяготили, но он не мог с ними расстаться. Не мог. Давайте разделим. Жадность, алчность, скупость. Если мы полезем в словари, эти слова часто приводятся как синонимы. Но среди моих коллег существует мнение, что это не совсем так. Что такое алчность? Есть такой старый глагол «алкать», чего-нибудь страстно желать. Но это жажда. Алчность – это жажда приобретения, это жажда расширения, жажда поглощения богатств, просторов. У нас звонок? Да. Есть звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте. А вот как понять такую историю? У меня знакомый был. Он нормально жил, и ел нормально, и одевался нормально, и на квартиру деньги не тратил, то есть тратил, что ему надо было, покупал. Но он никогда не выкидывал коробки из-под конфет. У него их столько скопилось, и вот невозможно было его заставить. В остальном он вроде бы был нормальный человек. Вот как вы это объясните? Спасибо. Да, спасибо. Если только коробки из-под конфет, а всё остальное как-то выкидывалось, я могу пофантазировать о какой-то детской травме, что в детстве его не кормили конфетами, не давали, и он просто не мог с ними расстаться. Но это не история про профессора, который собирал чучело крокодила в какой-то степени, не перекликается? Тут что-то другое, потому что человек-то живёт вполне себе, ни в чём себе не отказывая, кроме выбрасывания коробок. Слишком мало информации, но хочется пофантазировать о детстве и конфетах. Так вот, алчность – это расширение, приобретение и тому подобное. Что такое скупость? Скупость – это нежелание расставаться с тем, что у тебя есть, нежелание тратить, нежелание делиться. Мы же часто говорим «скуп на слова», «скуп на эмоции», «скуп на похвалу». То есть человек, который с чем-то очень-очень неохотно расстаётся. Ещё звонок у нас. Примем его? Да. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, это опять я. Я хотела добавить, что он был один из десяти детей, причём он был самый старший. Про это я хорошо знаю. Остальное нет. Спасибо. Ну, десять детей, и я уже могу представить, сколько конфет доставалось каждому из десяти. Да, и при этом старший же обычно за всех в ответе ему говорят, «ты старший, они маленькие, ты обойдёшься». По крайней мере, среди моих пациентов часто встречал истории, когда только рождались младшие братья и сёстры, старший ему говорят, «ты уже взрослый, детство закончилось, теперь нужно помогать и ни на что особо не претендовать». Ещё звонок у нас? Давайте. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Добрый день вам и вашему гостю. По поводу скупости, я немножко не согласна с вашим гостем. Я считаю, немножко иначе, потому что скупость — это не всегда то, о чём было озвучено. Я вообще считаю, что скупость — не всегда. Люди правильно воспринимают, если кто-то что-то кому-то не даёт, значит, считаю, человеком скупым. Я, например, тоже иногда не считаю правильным кому-то что-то покупать или давать. И, может быть, кто-то меня тоже может посчитать скупой. Хотя на самом деле я, встыдая по жизни женщина во всех отношениях, я себя не считаю скупой. Просто есть люди, категория людей, и я с ними солидарна во многом. Люди просто умеют считать свои средства и не тратят просто, не тратят, даже в риторическом они не тратятся, не распыляются на очень многих людей, не имеющие вообще общего с этим человеком. Спасибо вам. Спасибо за мнение. Уважаемая Елена, я ни в коем случае не хочу сказать, что любой человек, который не хочет с кем-то чем-то поделиться, скупой. Никто не обязан всем все отдавать. Но мне кажется, когда мы говорим о людях, которые патологически не способны с кем-то делиться, с чем-то расставаться из материальных ценностей, я вас отправляю к классику, к Александру нашему Сергеевичу, к маленьким трагедиям «Скупой рыцарь». Прекрасно описано, что такое для человека скупость и что такое, когда перспектива с чем-то расстаться его убивает. Вот Ирина упомянула, что человек просто умеет считать деньги. Я знаю одну историю с миллиардером, который был знакомым, моей знакомой, и он очень богатый человек, 9 нулей у него в банковском счете, и тем не менее он считал каждый цент, когда нужно было скинуться на цветы, там просто это друг семьи был, он в общем-то не горел желанием отдавать там по 10 евро, или я уже не помню сколько. Ну то есть речь шла о смешных для него деньгах, но тем не менее человек, он страдал, потому что нужно было это потратить. Это реальная история, которую я знаю. Охотно верю. Смотрите, понятие скупости, жадности, если когда-то была культура дворян, рыцарей и так далее, где считалось доблестью и достоинством сорить деньгами, не накапливать их, что, как ни странно, объединяет рыцарей и дворян с ворами в законе, которых, насколько я помню, как было написано, вор не должен ничего накапливать, вор должен все украденное прогуливать и пропивать, и ни в коем случае не копить блага мирские. Потом появилась на свет та самая протестантская этика. Протестантские страны, Германия, Швейцария, где доблестью стало трудиться, зарабатывать, не сорить деньгами. И, наверное, если столкнуть рыцаря с представительной типичной протестантской культуры, его обзовут жадным. Еще звонок у нас. Много радиослушателей сегодня активных у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут. Здравствуйте. Да, слушаю. Алиэль, привет. Мы знакомы. Спасибо. Значит, есть такая, ну, я так говорю, я не жадный, я хозяйственный. Но это, конечно, ужасно, когда смотришь на людей, которые начинают накопительством, причем пустые коробочки, баночки, это, захламляют квартиры свои так, что только вот проход есть. Я видел такие под потолок квартиры сто квадратные. Это, конечно, ужасно. Но это уже болезнь, скорее всего. Но есть такая теория, как вы к ней относитесь. и если вот вещь у тебя дома больше двух лет, ну, там, не знаю, то ее нужно выбрасывать. Ты уже ей не будешь пользоваться. Хотя у меня тоже такое было. И, главное, выбрасываю, и буквально через три дня мне нужна она. Да, спасибо. Спасибо вам, мы поняли ваш вопрос. Я думаю, это очень условный закон. Весь вопрос в том, есть вещи нам дорогие, которые мы поносим через всю жизнь. Что-то оставшееся с детства, какая-то любимая вещь, которая нам, у нас связана с потоком, очень приятных для нас ассоциаций. Например, мама или папа подарили, и это может человек какую-то вещь принести через всю свою жизнь. Да, у кого-то хранятся детские игрушки, у кого-то хранятся детские книги, у кого-то хранятся какие-то сувениры, связанные с какой-то важной частью жизни или важным для тебя человеком. Я, кстати, очень люблю возвращаться к книгам, которые были подарены мне в детстве. Вот я некоторые из них не люблю перечитывать. Я не люблю перечитывать, я люблю к ним иногда возвращаться. Можно просто взять. Когда бьешь, ты перечтешь и разочаруешься. Это Джульверна я перечитал не так давно и не разочаровал. Хотя, конечно, он не так уже воспринимается, как в юности, но тем не менее. Некоторые считают, что жадность – это и сумма алчности и скупости. Если говорить об уровне патологии, я думаю, что в первую очередь жадность и скупость делают людей несчастными. И их, и тех, кто рядом с ними. Потому что очень редкая история, когда человек жаден и скуп на вещи и деньги, и при этом щедрно тёплые эмоции и слова. То есть он всё равно живёт в страдании? Он живёт в одиночестве. Он живёт, охраняя какие-то свои реальные или вымышленные ценности. Он живёт… Ну, в общем, человек скупой, который оберегает свои сокровища, всё время ощущает их под угрозой. Это как скрутш-макдак. Помните, он купался в своём большом сейфе? Да. В хранилище, точнее. Он считается, кругом находятся жулики, алчные родственники, ещё кто-то и мечтает забрать у него то, чем он дорожит. Вот радиослушатель нам прислал вопрос по WhatsApp. А чем скупость отличается от бережливости? Я думаю, бережливость… Ну, опять, кто как назовёт. Но я думаю, если бы стоять со стороны, то бережливость рациональна. Бережливый человек расстанется с какими-то старыми ненужными вещами и сохранит необходимое. Бережливый человек не будет сорить деньгами, кутить и прогуливать их, но он вполне себе охотно потратит их на какое-то важное дело, на помощь кому-то из близких и, может, кому-то больным людям тоже он может помочь. Мне кажется, что бережливый человек может позволить себе в том числе как-то развлечься, условно говоря, сходить в бар, потратить определенную сумму денег и не испытывать потом из-за этого угрызения совести. Ну, бережливость – это то, что не делает жизнь человека дисгармоничной ни в коем случае. Бережливость позволяет человек продолжать нормально функционировать в обществе с близкими людьми и все-таки деньги и вещи из него как приходят, так и уходят куда-то. Я думаю, скупец – это такой тупик, где все имеет тенденцию заканчиваться. Но в идеале он все потребляет и ничего не отдает. Скупец – это разрушающее чувство человека? Разумеется. Разумеется. То есть, личность рушится? Давайте вспомним опять литературу. Тот самый «Скупой рыцарь», «Коробочка» у Гоголя, «Плюшкин» – это все, по-моему, это все одинокие люди, это все несчастные люди, это все люди, которых полно накоплений и полностью отсутствует хоть какая-то связь с окружающим миром. Это достаточно грустные истории, и я всегда считаю, что классики литературы куда полезнее для понимания человеческого характера, чем любые книжки по психологии. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Рель Резник Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев, и говорим мы сегодня о скупости, алчности и жадности. Три кита таких у нас сегодня в эфире. Вот да. Что интересно, что я думаю, что жадные и скупые люди по-настоящему, как ни странно, от того, что они накапливают, практические пользы и удовольствия, скорее всего, не получают. Это мне чем-то напоминает азартных игроков, которые ходят в казино, в игральные аппараты, вроде бы, чтобы выигрывать деньги, но деньги для них потихоньку теряют всяческую ценность. Деньги становятся только способом продолжать игру. Но в этом ведь они не видят некого смысла, накапливая, и вот думают, вот сейчас что-то произойдет, сейчас я стану счастливее, если у меня будет, условно, не 10 тысяч, а 20 тысяч, не 20 тысяч, а 30 тысяч. Нет вот этого ощущения, что вот обязательно что-то ко мне должно прийти? Другая история. Для игроков, мне кажется, куда важнее само состояние победы, выигрыш и ощущение себя победителем. А человека, который накапливает? Человек, который накапливает, я думаю, скупость немножко другой. Если игрок, это все-таки алчность, это расширение, приобретение, то скупость, опять все, тоже желание удержать. Кстати, одна из теорий, объясняющих скупость, теория Фрейда, часть возмущающей, было учение о стадиях развития детской сексуальности, и одну из стадий он назвал анальной. С 18 месяцев до 3 лет, если не ошибаюсь. По его мнению, ощущения в тех районах вызывают эротические переживания, когда ребенка родители часто требуют сходить немедленно, покакать и так далее, он начинает иногда зажимать, запираться, и формирует так называемый анальный тип личности. Вот он как раз известен скупостью, жадностью, закрытостью, нежеланием с чем-то, и он скуп, вот он скуп и на эмоции, и на финансы, и тому подобные вещи. То есть, все можно объяснить, опять же, с точки зрения психоанализа. Ну, одна из теорий, скажем так. Что еще, мне кажется, один из таких типов именно алчности, жадности и алчности, это то, что называется шоппингомания. Чем похоже на азартную игру. То есть, люди приобретают какую-то вещь и вскоре после покупки теряют не всякий интерес. И испытывают чувство вины, кстати, очень часто. Как у игрока важен сам факт игры, то у шоппингомана важен факт покупки. То есть, в тот момент, когда шопоголик заходит в магазин, ему хорошо, а потом ему уже… Да, но обычно, что интересно, шопоголики со своими вещами не расстаются с такой легкостью. Это обычно проблема женская. И то, что я неоднократно слышал, у меня шкафы полны одежды, некоторые даже с неснятыми бирками. Всё это лежит. Выбрасывать жалко, потому что есть мысль, что когда-нибудь я это ещё поношу. Так оно и накапливается. И вот, кстати, что-то когда-нибудь поношу, мне кажется, очень типичное утешение для людей, страдающих жадностью, страдающих скопостью. Когда-то я от всего этого получу удовольствие. Просто удовольствие всем откладывается. Оно всё время уходит куда-то на поток. Это погоня за удовольствием всё-таки? Я думаю, что да. Я думаю, это погоня с удовольствием. Ну, 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 Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Как объяснить вот диагноз поставить тому человеку, который видит скидки, 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 побежал и всё скупил? Даже несмотря на то, что эта скидка скрытая какая-то информация, на самом деле это не скидка, а плюс 10% в стандартной цене, но всё равно, если он видит, или даже ему просто сказали, ну, это лучше и дешевле. Он всё равно бежит и берёт это лучше и дешевле, а чуть-чуть разобраться, это, ну, получается, отмаз. Да, спасибо вам. Ну, вот это, кстати, интересно. Такая реакция на скидки и отсутствие критического мышления невозможно. Я думаю, что люди, занимающиеся рекламой, прекрасно понимают человеческую психологию. Я даже думаю, что, наверное, и есть скидки, и всё это продаётся дешевле, чем было изначально, но если мы посмотрим на людей, которые сбегаются на трако с Диэном Стокман, или на... Сёрная Пятница. Или на тотальную распродажу ещё какой-нибудь магазин, мы увидим, что люди, пришедшие купить что-нибудь со скидкой, в итоге ходят с огромными мешками, потратив намного больше денег, чем они рассчитывали на то, что они совершенно не собирались покупать. Я думаю, что здесь тоже что-то очень похожее. Во-первых, это ощущение некоего выигрыша. Я получил только раз в году, я получаю что-то, что стоит намного дороже, а я получил практически дар. Даже если мне это не нужно. Естественно. В тот момент, когда ты видишь, это же так выгодно, тебе это нужно. То есть, это азарт уже в какой-то степени? Или что? Какой коктейль чувств человек может испытывать? Я думаю, что это и азарт, и жадность, и алчность, желание поглощения. И тяга к халяве? Ну, тяга к халяве известна на тебе. Любовь к халяве и чуду – это одна из движущих сил человеческой жизни. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Да-да-да. Вот. И, к сожалению, мне приходилось встречаться и довольно близко общаться с персонами, которые скупы. И скупы, конечно, во всём. они скупы на эмоции, на действия, на подарки и даже не подарки. Они скупы к себе, они скупы к другим. И бывают такие редкие щедрые дары и даже не знаю, что для этого должно произойти и большие мучения внутренние, прежде чем так решиться на серьёзные траты. Вообще, конечно, очень серьёзная проблема, потому что люди не живут. Они где-то так вот умерли эмоциональные, почти физические ещё до самого факта смерти. И это очень печально. Спасибо вам. Ещё много на звонков. Ветите, потом примем или сразу примем. Давайте сразу примем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Татьяна, меня зовут. Да, Татьяна, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, мой самый близкий человек, допустим, может потратить 100 евро, не моргнув глазом, а из одного евро может удавиться. Скажите, пожалуйста, какого типа? Да, спасибо. И характера какого. Спасибо, я, кстати, слышал такие истории. Сколько ты близкий человек ваш, а не наш. Мы не знаем, на что он охотно тратит 100 евро, а на что он не может потратить 1 евро. Здесь, мне кажется, есть такая классическая схема, можно потратить 100 евро, условно говоря, на деталь для автомобиля и жаловать потратить 1 евро на хорошую еду, допустим, домой. Я знавал одну даму, которая легко и охотно покупала полкило черной икры, но при этом устраивался мужу скандал, если покупал яйца не за евро 20, а за 3 евро, допустим. Это такие истории. Но чем это можно объяснить, кстати? Это вопрос приоритетов. Это, это же не приоритеты, это какое-то ощущение внутренней бережливости, это ощущение, что я делаю нечто полезное для дома. А с другой такое, наверное, ощущение, что я себя чувствую виноватый, когда трачу деньги. Поэтому, кстати, азартные игроки, что, при этом, знают все их родственники, они проматывают сотни и тысячи в казино и в аппаратах, и при этом, когда они ходят в магазин, они экономят на всем. Они купят кусочек ветчины поменьше и подешевле, они отложат покупку какой-нибудь Куркина, потом старая еще годится и так далее. Есть какие-то компенсаторные вещи, вполне работающие. В этом нет такого, что тратить на обыденность, на покупку, допустим, яиц, хлеба и так далее, как-то жалко, но это же обыденность. А на праздник купить себе черную икру можно. Вот это покупка себе какого-то ощущения. Я думаю, что это скорее, конечно, внутреннее выяснение отношений человека с самим собой, где он пытается экономией загладить какие-то другие вещи. Если мы говорим об алчности, ну, на самом деле, давайте будем откровенны. Если мы отбросим политкорректность, Америка была открыта благодаря алчности. Америка была завоевана благодаря алчности. Многочисленные колонии Европы и Америки были освоены благодаря алчности. До революции в науке и технике были во многом благодаря алчности. Купеческие маршруты, люди, которые отправились с караванами в неизвестные совершенно места, люди, которые плыли на кораблях, рискуя погибнуть. Вроде бы, это тоже алчность, и это была погоня за деньгами, но благодаря этой алчности были сделаны великие географические открытия, были сделаны очень интересные исследования, были открыты какие-то неизвестные растения, виды животных, полезные ископаемые и тому подобные вещи. Ну, бизнес ведь построен на алчности. Описаны чужие культуры. Вспомним знаменитого Марка Пола, который как отправился с своим папой и дядей в путешествие в Китай, по-моему, только лет через 25 туда и вернулся. Такая Одиссея. Описав все, что можно было по пути описать. Ну, бизнес ведь построен на алчности. Это главный механизм, который, в общем-то, поддерживает существование бизнеса частного. Да и государственного тоже. Государства тоже хотят зарабатывать. Умные государства. Я думаю, что алчность, к сожалению, рано или поздно начинает губить. Ну, например, известные нам все исторические империи гибли тогда, когда они расширялись до тех пределов, которые были не в состоянии контролировать. Точка невозврата. Да. То есть, империя огромна, контролировать все это невозможно, начинает распадаться. Я думаю, хороший пример той самой алчности, не доводящей до добра. Вот тогда алчность меняется скупостью. Надо уже сохранить и удержать то, что ты имеешь. А это становится все тяжелее. Но алчность тяжело переходит в скупость? И может ли вообще перейти в скупость? Потому что, как мне кажется, это не совсем смежные понятия. Я думаю, что может перейти в тот момент, когда ты уже не в состоянии получать новое, а с тем, что есть, расставаться ужасно жалко. А, кстати, еще один замечательный пример того, к чему приводит алчность. Вспомним знаменитого царя Медаса, который оказал услугу богу Дионису, если не ошибаюсь, он нашел заблудившегося учителя Диониса Селена и вернул его Дионису. обрадовался, попросил Медаса, сказал, я исполню любое твое желание. Медаса, человек был торопливый, не думал о своих желаниях, сказал, я хочу, все к чему прикасались, превращалось в золото. Классическая история. Он взял в руки камень, тот стал золотым, он взял в руки палку, это стало золотым, обрадовался, вернулся в его дворец, решил устроить пир, взял в руки кусок хлеба, тот стал золотым. Он поднес к губам бокал с вином и вновь превратился в золото. Он понял, что скоро умрет. Он отправился к Дионису умолять забрать назад свой дар. Здесь еще интересно, что он таким образом мог и демпинг устроить. Ну, это если, в общем, смотреть на ситуацию с точки зрения, если бы золота стало слишком много, оно бы потеряло свою цену. Это с современной экономической точки зрения. В времена Медаса об этом не размышляли. Давайте подумаем, откуда все это берется. Ну, теорию Фрейда мы уже слышали. Мы о ней говорили. Некоторые относятся к психоаналитическим зрением. Уже больно для них непривычно звучит, но в любом случае здесь есть о чем задуматься. Что такое жадный, скупой человек? Ну, во-первых, наверное, это человек, если мы возьмем наиболее такую трактовку, понятно, человек, который часто, люди, которые выросли в нищете. Вот уже упоминав, что когда-то рассказ Джека Лондона и человек, который брел через тайгу, умирал от голода, и уже умирающим фактически, он выполз на берег моря, заметил, вот корабля спасли, откормили, но заметили, что он все время ворует со стола хлеб и сухари и прячет у себя под матрасом. То есть, когда ощущение опасности, ощущение угрозы продолжает над тобой висеть. Но это Солженица написывал в одном дне Ивана Денисовича про краюшку хлеба, который хранишь как великий дар. Говорят, что люди, пережившие войну и голод, никогда не выбрасывали хлеб. Ну, я помню свою бабушку, которая не запрещала выбрасывать хлеб. До сих пор это тяжело, кстати, сделать. Если мы помним, в советском законодательстве была, по-моему, уголовная статья для людей, которые покупали хлеб, чтобы откармливать свиней или что-нибудь свинеймоситуация, когда человеку в детстве не хватило еды, вещей, денег и так далее. Но, конечно, мне кажется, и алчность, и скупость всё равно родом из детства. Ну, как всё у нас. Есть некоторые из прошлых жизней, но в прошлых жизнях я не очень разбираюсь, поэтому буду говорить о детстве. Я думаю, что это прозвучит банальностью, но человек, которому в детстве очень не хватило любви, часто пытается, что называется, взять деньгами. То есть купить это чувство. Вместо любви он накапливает некие иные ценности. Он ощущает себя всё время под угрозой, потому что всё может быть потеряно. Он даже не осознаёт, насколько это взаимозаменяющая для него вещь. и не всегда это связано с тем, что его родители были жадными. Я знал ситуацию, когда человек просто вырос у матери-одиночки, которая работала на трёх работах. Она его не видела. Она его не видела. Он её не видел. Он сидел у соседей всё время, ей надо было его прокормить. И этот человек стал азартным игроком в итоге. И тоже его отношения с деньгами были очень сложными. Я думаю, что есть ситуации, когда человек пытается компенсироваться. Он пытается компенсировать отсутствие любви, привлечение к себе внимания достатком. Покупкой дорогих вещей, причём не просто дорогих, тех, которые бросаются в глаза, тех, которые будут оценены окружающими. Это ощущение, что если я богат, то меня точно полюбят. Здесь, мне кажется, как раз вопрос о показательности успеха. Я недавно читал статью об успешных людях, в которой как раз разбирался этот момент. И многие из них говорили о том, что когда о тебе пишут в глянцевых журналах, складывается впечатление о такой красивой жизни. Вот человек добился всего. На самом деле это, во-первых, не так, а во-вторых, вот это стремление к успеху и получение какой-то там очередной должности даёт ощущение счастья только на первые пару дней, а потом всё это придается, и ты становишься заложником этой гонки для того, чтобы что-то кому-то доказать. Это про это получается? Есть известная история о вдове президента Кеннеди Жаклин Кеннеди, кто пошёл замуж за миллиардера Гречеса Анасиса, стал Жаклин Кеннеди Анасис, кстати, тоже стала миллиардершей, но при этом в каком-то отеле забыла старый свитер, устроила страшную переписку с требованием вернуть его, грозила подать в суд и тому подобные вещи. Не знаю, кем было детство Жаклин Кеннеди Анасис, но мне что-то подсказывало, что чего-то важного там не хватило. Что нам делать с жадностью и скупостью? Во-первых, это важно как-то, мне кажется, все распознавать, потому что человек, который жаден и скуп, даже если он себе говорит, да, я такой, я жадина, я скупердяй, это в глубине душности он не считает. Это его такая ироническая защита. То есть можно сразу всё объяснить и ничего потом не вкладывать. Да, если мне говорят, что я жадина, да, вот так вот, я жадина, не трогайте меня, ничего от меня никто не получит. Для чего это важно распознать в себе? Потому что жизнь жадного скупого человека по идее очень тяжела, потому что на его отношения со всеми его близкими, неважно, это его женщины, мужчины, дети, будет наложен неизбежный отпечаток, который всё испортит. Это как, ну не знаю, порча такая, назовите ржавчина, которая, хотя говорят, золото не ржавеет, естественно, но на отношения это не распространяется. И я думаю, человек даже не понимает, что он пытается сделать, потому что ни жадный, ни скупой человек счастливым не будет. Он даже жизнерадостного не будет. Он может получать некое удовлетворение от новых приобретений или озирая то, что у него накоплено. Это очень краткосрочно. Да, но опять мы вспоминаем историю коробочки с шампунями. Мягко говоря, не богатство, но расстаться просто не возрастают слёзы. И естественно, что у этого, что это метафора. Естественно, что-то, с чем невозможно расстаться, это компенсация чего-то очень нехватишего в детстве, тепла, любви, чего угодно. Поэтому лишиться ещё и этого просто невозможно. То есть, всё гораздо глубже, чем может показаться. То есть, эта история не про вещи, на самом деле. Нет, Нет, конечно. Потому что, опять, как мы говорим, человек скупый отличается от бережливого тем, что от своих накоплений удовольствие не получает. Получает удовольствие от осознания, что они есть. Сам факт очень приятен, сам факт греет душу. Это действительно такое искреннее удовольствие или это уже как у опытного наркомана просто ощущение некой такой уже принимая наркотик не для того, чтобы получить удовольствие, а для того, чтобы не было плохо? Я думаю, что искреннее, но кратковременное. Я думаю, что какое-то время можно... Открыв шуфлятку, увидев, что там что-то есть... Посмотреть, пересчитать, положить обратно. А дальше сейчас всё та же серая жизнь, потому что если ты скуп на эмоции, ну, ты ведь жаден по отношению к себе самому тоже. Ты и себе не додаёшь. То есть, всё, что ты накапливаешь в материальном виде, это те самые эмоции, та самая радость, та самая счастье, которых ты себе не додал. Человек на самом деле экономит на себе жёстче, чем на каком-нибудь другом. По идее, конечно, и жадность, и галочность, и скупость – это такая форма очень невротического поведения. Но это бессознательная история? Разумеется. И, соответственно, это очень сложно осознать? Это сложно осознать. Человек в какой-то момент, наверное, понимает. Ну, вот, человек, который ко мне пришёл из этих шампуней, понимал, насколько иррационально его поведение. И это уже первый шаг к освобождению? Ну, что, поискать помощь уже хорошо. Нас, по-моему, за прошлую передачу упрекнули, Вадим, что вы делаете всё, чтобы вербовать не пациентов, что всё у нас тоже направлено на зарабатывание денег. Ну, оставим это на совести утверждавших. Но, тем не менее, есть какие-то вещи, которые мы способны осознать сами. Мы способны задать себе вопрос, плохо нам или хорошо от того, что с нами происходит. Мы способны ощущать, насколько то, что происходит, влияет на нашу близость с людьми. мы способны задаться вопросом, кем мы дорожим, кроме наших накоплений, кто дорожит нами, не потому, что он наследник, с нетерпением поглядывающий на цвет нашего лица, а просто тот, кто нами дорожит и любит нас, потому что у нас есть что-то ещё, кроме денег и вещей. Мне кажется, хотя бы задаваясь эти вопросы, мы уже можем натолкнуть себя на полезные размышления, что на самом деле происходит и куда собственно девается вся наша жизнь. Но тем не менее, если человек задумывается о том, что он уже переходит в некую грань, что его скупость, его алчность или его жадность доставляют ему дискомфорт, он может сам с этим справиться или всё-таки здесь без специалиста? Специалист никогда не лишний, но если человек ощущает, не знаю, может устроить себе такое самоанкетирование, вот сесть и себе на листе бумаги записать, что у меня есть и чего у меня нет на самом деле, насколько мне ценно то, что у меня есть и сколько радость мне это приносит, и чего я лишаю себя для того, чтобы это приобретать или сохранять. Человек может, пообещав не обижаться, расспросить своих близких и друзей, что они о нём думают. Если человек понимает, что он зашёл в какой-то тупик, он, конечно, может попытаться действовать самостоятельно, от этого избавиться. Если он увидит, что не получается, наверное, будет искать помощь специалиста. У нас звонила наша слушательница, и говорит, мы не будем путать подлинную жадность и людей, которые считают тебя жадным, потому что не даешь им деньги, которые им нужны. Можно сказать, что он жаден, а он со мной не делится. Это отдельный вопрос. Человек, который не делится с кем-то, кто считает, что с ним обязаны поделиться, ещё не является жадиной. А если это носит какой-то тотальный, универсальный характер, если... Все скидываются, а я не буду, например. Если вообще нет людей, с кем ты хочешь чем-то поделиться, значит, с тобой всё очень плохо. Значит, ты в итоге окажешься наподобие царя Амидаса с кучей материальных ценностей, ну, тому не было нечего было пить и есть, а тебе некого будет обнять, некого будет попросить сочувствия, не с кем будет провести время в удовольствие, что, в общем-то, конечно, не убивает так быстро, как отсутствие воды и пищи, но тоже ничему хорошему не приводит. Это приводит к одиночеству. к одиночеству, к печали и к одинокой несчастной старости, если ты не доживаешь, конечно. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим программу Диагноз недели. В студии работали врач-психиатр Арель Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. Я с вами не прощаюсь, мы встретимся через час в программе Вечерний интерактив. Впереди программа Открытая кухня. Арелю мы говорим до свидания. Через неделю мы встречаемся. На следующей неделе меня не будет, увидимся через неделю. Через неделю. До свидания. Всего доброго.